Здравствуйте, меня зовут Михаил Шестов. Не взирая на огромное разнообразие различных курсов изучения и совершенствования русского и иностранных языков, но в обществе царит полное неверие в то, что они работают. И это абсолютно правдиво, это абсолютно точное ощущение, я бы сказал. Ситуация следующая. Вместо языка совершенствуется грамматика языка. Зайдите в любой книжный магазин, вы увидите там большое количество курсов, которые называются «Говорим по-русски правильно», «Пишем по-русски правильно». На самом деле, все эти курсы имеют одно узкое место. Они не учат нормально читать, они не учат нормально говорить. По какой причине? Дело все в том, что русский бывает нескольких видов. Нормальный русский язык бывает нескольких видов. Я имею в виду разговорных. Первый – это церковно-славянский. Второй – это аристократический, нормативный. На нормативном языке разговаривают актеры МХАТа, современника, какая-то часть потомственной аристократии. Что такое нормативный язык? Это когда все, что ты говоришь, воспринимается тем, кто тебя слушает абсолютно нормально, не режет слух. Это и есть норма. Норма постоянно меняется. Эта норма изложена в учебниках частично, но нигде невозможно найти абсолютно исчерпывающего объяснения, как эту норму усвоить. Для этого я и разработал специальный курс, который рассчитан на быстрое, в течение 20-40 часов, устранение белых пятен в орфоэпии русского языка. Орфоэпия, собственно говоря, это умение говорить красиво и правильно. Чем не могут похвастаться до 95% россиян. Сами того не подозревают. Этот курс повышает грамотность речи, как письменной, так и устной. За счет различных способов проговаривания и чтения. То есть в нем достаточно практики. Более, чем достаточно. Он рассчитан на самого неспособного. Курс универсален. В нем даже есть специальный раздел для иностранцев, которые хотят выучить или улучшить свой уровень владения русским языком. Для тех, кто не умеет читать, практически не умеет читать, там демонстрируется послоговой и микрофонемный способ освоения навыков чтения. В дальнейших упражнениях осваивается слитный способ произнесения слов и фраз. Русскоязычные, то есть наши. Русскоязычные начинают с одного сегмента курса, а иностранцы с другого. Более подробного. Секрет Полишинеля. До 70% детей только в России не умеют качественно читать слух и про себя, а также и пишут абсолютно безграмотно. А если человек не умеет читать слух с достаточной скоростью и качеством, ну например, со скоростью 225 слов в минуту, он не умеет эффективно учиться. В следствии этого он не может освоить школьную программу, речь идет о детях, и тем более не в состоянии выучить иностранный язык на приемлемом уровне. Любой иностранец, пройдя обучение по курсу, научится понимать беглую русскую речь и нормально говорить. Каким бы странным это ни казалось, но это действительно, как говорит одна моя знакомая, которая служила ВДВ, не вопрос. Ребенок сможет нормально учиться в школе, любой ребенок, включая того, кто, например, в возрасте 12 лет, плохо читает, плохо понимает, то есть читается отстающим. Сможет учиться в школе. Такой ребенок сможет учиться в школе. Разовьет в себе мыслительный процесс за счет развития мозга, улучшит свою память. А почему? А потому, что только при качественном чтении вслух очень сильно, по максимуму, задействован мозг. Любой взрослый абсолютно нормально сможет научить себя учиться. Ведь все проблемы, с которыми сталкиваются взрослые во время обучения на любых курсах и в любых учебных заведениях, в вузах и тому подобное, связаны с неумением нормально читать, нормально воспринимать чужую речь, разный ее стиль, нормально выражать свои мысли большими, красивыми, длинными предложениями. То есть у них, в кавычках, дерганный мыслительный процесс, который основан на простейшем обмене мнений. То есть эти люди как бы думают, мыслят какими-то очень простыми категориями. Вот надо пойти в магазин, а вот я голоди, давай поедим что-нибудь. Этим людям бесполезно читать Достоевского. К этим людям бесполезно обращаться на нормальном аристократическом русском. Они просто тебя не понимают. Это как в известном фильме «Профессор в законе». Когда он начинает рассказывать девушке, профессор начинает рассказывать девушке с улицы про деепричастные обороты, она говорит, профессор, вы на каком языке разговариваете? То есть, если присмотреться, то неграмотных людей, которые очень плохо понимают сложную речь и сложные предложения, и поэтому не умеют учиться, очень много. Так вот, средний россиянин, как ни странно, допускает при чтении, а это единственный способ, чтение это единственный способ развития словарного запаса. Так вот, средний россиянин допускает при чтении до 125 ошибок. Цифра очень неприятная и страшная. А в разговоре чуть-чуть поменьше, где-то до 50 ошибок. При этом он даже этого не осознает. Он просто как бы живет, он социально адаптирован. В результате, когда к человеку, который говорит некачественно, как бы вам странно это ни казалось, обращаются те же преподаватели вузов или курсов, или лектор пытается что-то им объяснить, а они слушают и пытаются понять, даже если не пытаются понять, но манера разговора и подачи материала необычная, то есть речь идет длинными предложениями, то мы, вы, любой человек не сможет нормально адаптироваться к этой речи и будет плохо понимать, что ему говорит собеседник или лектор. Я работал над новым курсом очень много лет. В результате мне удалось продемонстрировать много различных видов речи. Единственный способ научиться мыслить длинными предложениями, научиться говорить длинными красивыми предложениями и нормально понимать, когда к тебе обращается образованный человек, это научиться качественно читать по какому-то образцу. Так вот, занимаясь по новому курсу, вы просто учитесь нормально читать, по принципу делая как я, на уровне, как это делают дикторы и актеры. И на базе этого вы реструктурируете свое мышление, то есть начнете свободно воспринимать любую сложную информацию, независимо от стиля речи собеседника или преподавателя. А также свободно формулировать свои мысли на нормальном русском языке. При занятиях по курсу вы осваиваете много навыков параллельно, комплексно, поэтому курс называется универсальным. С выпуском в прошлом году нового курса освоения интеллигентного английского началась новая серия заочных курсов, в которой я, с легкой руки Первого канала, дал кодовое название «Супермозг». С намеком, естественно, что курс развивает мозг. Первая книга из этой серии – это освоение с нуля или улучшение любого уровня владения английским на примере текста книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Таким образом, данный курс аристократического, в кавычках, коренного, когда я говорю коренного, я имею в виду языка актеров МХАТа, современника. Курс является вторым глобальным учебным материалом, основанным на этой же книге. Он направлен на развитие и поддержание мозга в нормальном состоянии, в предотвращении маразма и старения мозга. Ведь мозг начинает стареть в среднем, в возрасте 21 года. В это же время начинает неуклонно уменьшаться словарный запас носителя любого языка, который не умеет качественно читать слух и имитировать речь образованных носителей. И теперь, с выходом нового курса, у всех, в том числе и у самых неспособных, появляется шанс не только научиться быстро и качественно читать по-русски и по-английски, но и нормально осваивать любую лексику, эффективно учиться и переучиваться за счет освоения навыков рефлекторной имитации любой речи, которые и обеспечивают свободное понимание и адсорбирование, любой письменной или устной информации. А тем, кто уже занимается по одному из моих курсов английского языка, для выхода на новый уровень рекомендуется пройти новый курс русского. И после этого, с новым пониманием того, какие деформационные процессы с гласными и согласными происходят в родном языке, вернуться к прохождению курса английского, что значительно облегчит и сделает более эффективным процесс изучения. Как бы обновит, обновит информацию и обновит умение учиться, умение осваивать язык. В моей книге, впервые опубликованной в 1997 году, я указывал, что человек, который недостаточно хорошо владеет всеми формами родного языка, неминуемо будет испытывать трудности при изучении иностранного. Новый курс русского призван проиллюстрировать эту аксиому. Курс предназначен для иностранцев. Для иностранцев, которые владеют русским в какой-то степени, и для тех, кто русским не владеет. А просто освоил алфавит, и это вот самый низовой уровень, который освоил алфавит, и пытается научиться читать. Пытается читать набор грамматических глупых правил. То есть он пытается понять структуру языка, не умея правильно читать на языке. А как говорил Корней Чуковский еще в 54-м году прошлого века, для того, чтобы выучить язык, нужно всего-навсего научиться читать на этом языке. Причем Чуковский не пояснял, читать слух или про себя. Так вот, нужно научиться читать слух. Это первое. Второе. Курс предназначен для детей. Он обучает их чтению. И те, кто пройдут через эти упражнения, начнут нормально учиться. В школе, на курсах или дома. При домашнем обучении, которое сейчас очень модно. Взрослым, которые ощущают, что их речь становится более скудной, которые считают и видят, или даже и не видят, что им очень сложно осваивать что-то новое, что их раздражает какая-то чужая лексика, что они пытаются разговаривать только на те темы, на которые они привыкли разговаривать, то есть, что их мозг реально стареет и маразматирует. Прохождение по этому курсу будет очень полезным. Дальше. Для того, чтобы нормально учить английский, нужно сначала улучшить себе русский. Это я уже говорил. Таким образом, любому человеку, который пытается учить иностранный язык, любой иностранный язык, нужно сначала улучшить себе уровень владения родным. При прохождении по курсу иностранцы и дети проходят по одному сегменту курса, ну, те, кто слабо умеет читать или практически не умеет читать, а взрослые и те, кто нормально читают, могут сразу перейти к освоению, собственно говоря, нормального, красивого, слитного чтения. Поясню кусочек ноу-хау. Собственно говоря, оно лежит на поверхности, ноу-хау лежит на поверхности, но мало кто понимает. что в головном мозге слова и фразы хранятся в разных местах. То есть, в головном мозге каждое слово, произнесенное раздельно, хранится в одном месте. Есть исследования, которые это подтверждают, они опубликованы то ли у меня в живом журнале, то ли на каком-то из наших ресурсах интернета. Это, собственно говоря, и привело к созданию моих курсов русского и английского и курсов, как научиться учиться. Когда ребенок осваивает язык, он воспринимает несколько слов как одно. Например, слово «корова» – это одно слово, а слово «я хочу в кино» – вот так, на уровне «я хочу в кино» – для него тоже одно слово. То есть, он это проговаривает и видит, что взрослые его понимают, то есть, достигается эффект. Эффект действия. Он побуждает кого-то к действию, или побуждает кого-то на него не обижаться, если он извиняется, например. Таким образом, в голове любого обычного носителя языка находится большое количество слов, находящихся в отдельных ячейках, которые еще нужно бегать и собирать, которые еще нужно мозгу бегать и собирать, перед тем, как сформировать фразу или понять то, что тебе говорят, когда с тобой говорит очень образованный человек очень длинными предложениями, и набор фраз, которые также воспринимаются человеком как слова, как отдельные слова. Это вот как предложение. «Вечереет», «фонарь» – это тоже предложение. «Горит фонарь» – это вот другая структура. Так вот, нужно абсолютно четко разделить и совершенствовать язык, и русский, и английский, да и любой другой на следующей базе. Отдельно, красиво научиться произносить слова, а когда они читаются раздельно, они читаются одним образом, и научиться на примере чтения слух по хорошему образцу научиться складывать, научиться составлять их во фразы. Где каждая фраза искусственным образом произносится идеально. То есть, это как бы ремоделирование мышления, ремоделирование речи. Например, смотрите. Фраза «шоколад» отдельно, «с» добавками. Вместе эта фраза считается, должна считаться. Если произошло нормальное слияние слов во фразу, если мозг в состоянии строить фразы, не просто вставлять в них слова, типа «шоколад» с добавками. Мозг должен научиться читать так, «шоколады с добавками». То есть, из-за того, что в слове «добавки» идет звонкое «д», «с» перед ней тоже произносится как звонкое «с», это и есть процесс слияния слов. А перед ним буква «д», тоже «д», которая обычно произносится как «т» в русском языке, начинает считаться как «д». «Шоколады с добавками». Добавками. Слово отдельно считается, «шоколад», а вместе будет читаться «шоколад». Перед звонкой «согласный» будет считаться второй вариант слова «шоколады». Так вот, в голове большинства носителей любого языка слова присутствуют не вот в этих вот подвидах, перед звонкой, перед глухой, то есть как это все читается, а присутствуют в разрозненном состоянии. Поэтому, когда говорит образованный носитель, красиво сливая фразы, например, «ни», «у лукоморья дуб зеленый». Человек, который вот так вот составляет фразы, ну, непривычно, непривычную ему тему, он, естественно, не поймет того, кто говорит красиво и правильно, или для него это будет настолько чужеродно, что он не сможет это даже воспроизвести, красивую и слитную речь. «У» становится «ы», «ы лукоморьи дуб зеленый». А теперь то же самое, то же самое произнесу побыстрее. Посмотрите, нужно обязательно научиться сливать фразы, и тогда речь станет звучать, как речь потомственного аристократа. Смотрите, «у лукоморья дуб зеленый». Вот эти маленькие микронюансы, это и есть те самые 50 ошибок, которые любой человек, практически любой человек, который не изучал арфоэпию, то есть у нас в школах преподается не арфоэпия, а нечто, что называется арфоэпией. А при изучении иностранного языка она вообще не преподается, даже самим преподавателем. То есть это нечто такое для богов, для актеров, для дипломатов, хотя дипломаты тоже не очень хорошо говорят, им тоже преподается псевдорфоэпия, но тем не менее, они хотя бы знают этот термин, а он для нас чужеродный. Человек мыслит только теми словами, которые он когда-либо произносил вслух, и в том порядке, в каком он это произносил вслух. Если у него отсутствует умение повторять за образованными носителями любые фразы и предложения, он эту информацию из речи лектора и диктора до конца понять и осознать не в состоянии. Единственный способ нормально научиться воспринимать что-либо на слух, это научиться эффективно, свободно и точно имитировать речь того, с кем ты общаешься. И, конечно же, полезно общаться именно с людьми грамотнее тебя, более образованными и тому подобное. Общение с людьми своего круга, какого-то из низовых кругов общества, не дает ничего. Для того, чтобы все это заработало, нужно научиться читать с быстрой скоростью. И читать, и повторять. Ну, например, я говорил очень медленно, для того, чтобы разогнаться, очень медленно, скомканно, неправильно. Я начал читать, например, репризы Жванинского, типа, «В Ялте, Сочи, и других крупных курортных городах с уступлением темноты в комнату залетают мужики на светлампы, сидят и кружат один, два крупных, три, четыре мелких». Как ни странно, за счет этого я очень сильно разогнал мышление. Теперь у меня мышление где-то в два-три раза быстрее, чем у любого человека. За счет того, что очень сильно задействован мозг. Или же по-английски. Пока вы не научитесь на примере русского говорить и читать, говорить, имитировать и читать быстро, вот на таком, вот максимальный уровень, если вы сможете что-то прочитать, сначала проимитировать, а потом самостоятельно прочитать что-то вот с такой скоростью, вот вам пример из Хейпхау. «I invented swag». «Puppin battles», «Putin supermodels in the cap». До тех пор, пока вы не выйдете вот на такую скорость чтения, вы не будете понимать и нормально адсорбировать речь носителя языка. Тот же английский, французский, испанский, итальянский, основные языки идут на скорости в полтора раза быстрее, идут на скорости, которая где-то в полтора раза быстрее, скорости русского языка. Таким образом, существует три вида речи. Первый. Церковнославянский. «Поговорите, пожалуйста». Типа этого. Аристократический. «Когда ты хочешь мне сказать». И ускоренный аристократический «я». «Я тебе хочу сказать». «Я тебе хочу сказать». Это и есть ускоренность аристократическая. Те, кто не умеет говорить слитно и правильно, практически не в состоянии научиться учиться. И это и есть основной подводный камень при изучении и совершенстве любого языка. на неслитной речи, то есть на простом чтении, то есть на простом чтении, которое я демонстрировал, у лукоморья дуб зеленый, научиться читать и говорить лучше невозможно. Нужно заставить мозг мыслить слитными фразами, ввести в него достаточное количество правильных, правильных, практически идеальных конструкций и заставить его работать быстрее, ускорить сами процессы физиологические обработки информации в мозге и просто его как бы перенастроить. Если бы подобная процедура занимала сотни часов, ну, как, например, на курсах подготовки дикторов двухгодичных там или четырехгодичных, которые, кстати, очень часто оказываются неэффективными, то есть ты четыре года занимаешься непонятно чем, а твоя речь так и не улучшается. Вот. А буквально за десятки часов, ну, может быть, за тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят. Курс построен таким образом, что при... Курс построен таким образом, что при прохождении через него вторично все, все процессы работы мозга продолжают улучшаться. любой проход обеспечивает дальнейшее улучшение всех параметров. Умение учиться, умение красиво говорить так, чтобы тебя понимали ученики, если ты преподаватель, то есть умение учить, умение нормально воспринимать любую информацию, умение мыслить, то есть, собственно говоря, улучшение мышления. Если бы через этот курс удалось в кавычках пропустить Маугли, Маугли бы стал бы разговаривать как нормальный человек. Не на языке джунглей, а на языке нормального носителя английского языка или русского языка. То есть, это вот так вот работает. Почему это так работает? В курс внесен весь мой опыт, в курсе присутствует весь мой опыт работы за последние 20 лет. Каждодневной, мелочной, детализированной работы перфекциониста. Различные стили речи, различные голоса, различная подача материала, потому он называется универсальный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова